что друзьям приветствую всех любителей 3 виктории у нас вами люксим наш бург и о как давненько я не заходил вообще викторию что мы тут с вами делали мы с вами точно точно присоединили в последний раз значит последней серии последней серии чего в прошлой в прошлой серии новую зеландию тут отстраиваем серные рудники ох тут и тут и беспорядков придется с ними немножечко побороться да и вот знаете что я подумал это конечно здорово золото там все дела знаете очень хочется рано или поздно в любом случае нам придется выйти с французского рынка мы кстати до сих пор находимся на французском рынке вот вот они мы вот они мы на французском рынке хочется в любом случае рано или поздно с него выйти чтобы стать самостоятельной великая держава вы кстати еще и не способны стать великой да мы уже кстати способны так-то стать великой державой их должно быть, что-то около восьми, что ли, может их быть, да? Ну, во второй Виктории их точно было восемь. Только у меня вопрос, а почему? Ну, Испания, понятно, почему невеликая держава, она тоже на французском рынке. Они вот Нидерланды, почему? А чего же он на британском рынке? Бразилия? Вот на Бразилии и на бразильском рынке. А что им не хватает для того, чтобы стать великой державой вообще? Престиж? А, 720 нужно престижа, чтобы стать великой державой, да? Значит, мы тоже не сможем стать великими. Получается, да. Получается, не сможем. Не сможем выйти выше седьмого на седьмом месте как раз испания по престижа что почему у вас такой престиж военно-морской флот у них очень лютый обзорить и 216 от флота насколько от флота дают простите 60 вообще это смех подожди испанец морская надо надо броненосец военно-морская база броненосец вопросов не имею надо нам тоже озаботиться флотом и озаботиться чем еще нужно озаботиться серый вот серый вот серый конкретно на наших территориях вообще никак у нас нигде сер нету вот как бы наши территории наши метропольные территории в новой зеландии нигде нету серы так что давайте насчет серы немножечко поразмыслим поразмыслим после небольшой рекламы что если вы задались целью погонять с друзьями в какой-либо мультиплеерный проект но с оплаты игр в том же стиме как-то не очень ну тогда я спешу вам посоветовать сайт под названием div mark на котором вы сможете купить ключи не только для стима но и для всех остальных популярных платформ и да на этом сайте можно не только покупать но и продавать регистрируйтесь значит буквально в пару кликов переходите в верификацию для роли продавца которая занимает все около пяти минут что льда и и вперед на сайте более 50 тысяч товаров и как вы уже наверное сами поняли у кого покупать решаете конкретно вы сами на сайте круглосуточно действует русскоязычная поддержка также разумеется куча видов оплаты в том числе из россии и беларуси а также из приятного мой именной промокод по которому вы получите скидку в десять процентов так что переходите по ссылке в описании и закупайтесь дешевыми играми так вот сером серы есть в основном такие доступные места относительно доступные места которые нам вообще доступны не у великих же держав ее завоевывать это африка конечно же африка есть направление хиджаза египта хиджаз он является васа ну данником до египта о их поддерживает великобритания франция и россия но как будто бы очень трудно было бы с этим работать есть такое ощущение да как будто бы трудно если просто на египет нападать не то только россии их покровительствует только россияна обратила внимание еще на тунис с алжиром у них тоже есть серого в тунисе буквально вот посмотрите 40 48 сильных рудников может быть это конечно но в будущем не покроет все на свете но было бы приятным себе такое заиметь вот туни да тунис тоже поддерживает россия франция испании нет ну россия очень вряд ли вступиться за него конкретно да так что высадку как будто бы мы можем на изи сделать и ну тут одна провинция всего лишь завоевать это сразу как нас по агрессив очки вообще сомнительная репутация да кстати посмотрите сомнительная репутация насчет репутация а что что успела наделать сицилия вообще что она изгой вообще 114 в сицилии вы увидите ничего блин когда ты успел кстати а в сицилии же вот как это на острове сицилия тоже же и сера возможно нам вообще нафиг это африка не нужна просто завоюем сицилию 100 рудник еще какой-то бонус еще до плюс 20 товарооборот усердных рудников имба имба так самое страшное кто-то их поддерживает и же никто не любит точно то все эмбарго накинули и как приятно что вы итальянское лидерство ай сатана итальянское лидерство у них война объединение страны это а кстати возможно они изгой потому что они напали за объединение страны а это очень и очень сильно под хотя 66 дурной славы не 114 чего ладно я все еще не понимаю почему у сицилии настолько много агрессивки я все еще не понимаю сможем ли мы нормально повоевать за это все дело у них армия по моему ну такая солидная бы сказал да но линейная пехота и мобильная артиллерия правда правда еще недостаток пушек кое-какой не ну попробовать завоевать сицилию это надо это деду надо в любом случае когда сформируется италия италия наш будет вечный соперник судя по всему за сицилию то повоевать а то что надо но еще вариант алжир вот в алжире совсем тоже не очень и так себе до серы и еще плюс алжир состоит из двух частей прибрежный тлимсен и в общем чуть менее прибрежная константина до выхода к морю здесь нету и сера есть конкретно в только в константине 20 всего ничего рудников население мало не ну население ладно я все вообще остальное сломает только серу буду добывать это как бы немножко решаемо в таком случае придется сразу две провинции брать и наверное не завоеванием а в марионетку вот сколько с интереса здесь еще не так не посмотреть ну да это немножко ударит по нам алжир поддерживает только ну покровительством великобритания а у великобритании и на нас покровительство есть вот так что британия не вступается ни за кого как бы рабочий вариант алжир немного серы есть в марокко за марокко ну британию и будем считать австрии что вступается австрия может делов наделать что то мне задается это не как россия делов она может наделать неприятных но вот смотрите какие направлении я вам обозначил серных направлений давай интерес северную африку тыкни все-таки посмотрим как там по алжиру сколько будет стоить и так алжиру допустим завоевание области о 13 достаточно много на самом деле тут дед но тут меня не будет выхода никакого нигде а марионетка 12 и 2 ну прям не при я прям помните да до конца не хотел не хотел чтобы у нас дурная слава выше 25 было ну да она стала выше 25 попробовать суету стуне не давай посмотрим сицилия наверное очень дорого будет завоевывать а я вообще не могу это сделать что а интереса нет господи северная германия объявляет наш своим соперником на германиям да да и так сицилия завоевания 27 вы поняли да я я изначально знал что это будет стоить чудовищно по агрессивочке но тунис завоевать очень 15 15 и все и забыли просто раз и все но что будет делать испания францем и на его рыб на ее рынке в принципе она по идее не должна вступиться испания вот не знаю испании как у нас отношения с испанией да никакие осторожность испании считает люксембург опасным соседом хор ничего себе нормально сам по себе тунис ну в общем слабенький у него его один тунисский рынок казармы ну линейная пехота ствольные артиллерии даже не мобильная ствольная хочется попробовать хочется попробовать вот и после этого зачилиться просто подождать пока агрессивочка будет спадать и какое-то время не воевать кстати очень сильно османы к ним склоняется россия вступилась осман уже не хотят не проблема главное чтобы они какие требования к нам не добавили от россии у наверно не добавят вот а так вообще никаких проблем но только может быть флотом россия может нам под нагадить это да как у вас вот ну флот у вас дай боже нам в общем такой флот с 30 флотильями вообще и не снился на самом деле на в принципе считай только одна россия вступилась так если посмотреть по соотношению сил нифига не таким мощные такие страшные но мы не боимся мы не боимся война с тунисом просто организовываем хорошо спланированную классическую высадку и все и бед не знаем и так надо надо легкая легчайшие сад она вы посмотрите когда в россии высадил ой тихо 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 так это я не мог я уже всю фул свою армию сюда направил так но это переигровочка это переигравочка это полный рофл вообще как россия успевает разрываться во все стороны а подожди они закончили войну в италии да не просто помогали мне теперь они фулу только с нами воюет а что не будет объединение италии чего блин договорно порт салерна блин россия получила да и все да чё то не интересно блин нифига я уже надеялся что мы италию на карте мира увидим а мы ее не увидели кстати российский флот нас нагнал смотрите высадку делают да ну да получается делают высадку вот здесь еще флотом что-то бедокурят нам и плюс 130 полков еще направить в тунис этой уже 25 у них еще 130 на наши 20 всего лишь ну мы вроде бы выиграем потихонечку но что-то я думал намного проще быть нам я прям до конца верил в то что россия вообще никак не ступится за тунис вообще но по сути они же капитулируют да они капитули можно просто в оборону встать по сути ну да это вообще оборонитель у нас чел никакой понятно не оборона не атаки у него нет понял обидно ну хоть высадку отбили это хорошо нас еще сто процентов истощения и нечего там я знаю есть как будто шанс выдержать но он такой призрачный знаете но 130 полков на 7 наших которые вообще не ну никакие ай блин и причем ты даже нету ну толку допустим повышать генерала чтобы у него больше было полков не мобилизацию проводить что сто процентов тут истощение потому что флотом все заблокировано вот поэтому как-то вот так вот печально у нас но они за атаку всю всю нашу все наше завоевание себе забрали в заодно атаку их на у нас прям очень хорошие шансы прям 56 минус прям обидно знаете до глубины души обидно минус 60 она да она падать не будет ну ладно блин загрузочка узнаете факт еще в том то что не франция не испании не вступились а кто там зато не собещался до франция испании не вступились не вступили значит на них можно наплевать на россию не можем да так что египет хиджас точно улетает все еще алжир который не очень удобный ну и австрия туда тоже забудем так что ты алжир ты 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 марионеточку может бахнет ада опять же это только со временем нам даст серу хотя мы же не прям сейчас собираемся стать независимым на рынке ну да не прям сейчас так что давай скромную марионе . алжирскую бахнем на 12 агрессив очки да и все вот их тем более страх если это не завоевание просто марионетка они могут сдаться вполне себе в теории за них никто не уступается как мы вехать но британец ну куда британ ты же нас любишь британец но куда ну правда о и отношении 10 всего лишь подожди не на любовь не прошла покровительство есть и ну смотрите уже как факт никто не вступился никто не вступился но видимо да не сдаваться не собираются к сожалению на знаменитые алжирские войны что вы за армия то хоть скажите мне не на что то что то у вас производится а и регулярная пехота ну да какие-то части здесь есть линейной пехоты и ствольной артиллерии но в основном и регулярно на меня это радует ухну со второго раза у нас высадка в общем удалось я уже думаю проблемы с этим будут какие-то связаны но слава богу алжир теперь наша марионетка какой-то чуть чуть чудовищный чудесный флаг у них какой-то я пока все любуюсь на то как у нас просто денежки в казну начинают те чисто от золотых приисков сотрите денежное производство 55 и 6 вот проходит неделька и денежное производство становится 56 и 6 было 55 6 до плюс косарик просто в казну постоянного прибытка это это прекрасно это прелестно из-за колониальной эксплуатации все-таки наши колонии до из-за эксплуатации плюс 10 процентов как всему этому ой-ой-ой-ой как приятно не что-то хочется уже не за серый охотиться а за золотом конкретно золото есть в австралии здесь немножко вы да помню очень много золота в южной африке надо бы на нее обратить внимание пока британия все под себя не не забрала вот зулу допустим кто тебя любит тебя любит франция а это не проблема нас тоже любит франция аранье трансвайль аранье трансвайль на вас вообще всем плевать но кроме британии опять же британия к нам хорошо относится ну как будто бы отличный вариант для завоевания что-то я хотел да то что сначала заберем алжир туда не лояльный нам у какой флаг флаг любопытный любопытный флаг о чем это я про золото да они не про золото про то что я говорил вот возьми в малень вот ку алжир там или про тони сильно говорил неважно и все будем чилить сидеть ждать дурной славы снижения да 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 ближе не дурная слава вы говорите да 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 здорово придумано конкретно в зулу нету золота до утра сварь аранье это то что нам нужно вот насколько это дорого 12 14 20 кошмар как будто это того стоит тут в принципе очень много угля в зулу очень много угла 62 шахты но у нас углем и так метрополии проблем нету ладно будет как побочные направления такой важный но побочные вот пока что ладно пока мы про это забудем алжер примере реносию до какого до 83 сакота может и напомнишь мне 81 всем запомнили что нам нужно производить нам много чего нужно произвести ли нам что-то нужно производить чисто экономику поднять вот допустим инфраструктура страдает сейчас поправим а нас капиталисты и так поправляет железные дороги на давай сами построим а давай порт построим допустим кануле все-таки вещь нужная и кстати куда мы хотим направить все вот эти освободившиеся деньги ну как освободившиеся появившиеся думаю флот а тихо отмена флот я же хотят по моему заняться университетами инновации суту по себе настроить вот это деду надо инновации это добренько вот как раз и изучим через инновации что мы изучим конечно же мы изучим флот вот выстроил чтобы у нас двух провинциях столичных было по 5 университетов вот и потом будем пожинать плоды читами сдается что у нас дохода все еще будет очень много при наших суммарно 10 университетах может что-то еще там нам понастроить что насчет еще 10 университетов ну блин просвещенные люксембуржцы будут просто удивлять своим образованием вообще всех окружающих она в принципе строительных секторов понастроить да че-то я об этом не подумал не ну давай университетов на все еще будет много у меня здесь они сейчас парочку достроиться буквально вот достроили сейчас у нас в технологиях инновации 81 81 и большой вопрос достаточно ли мне этого просто к тому не перебарщиваю ли я я думаю лучше строительных секторов себе бахну побольше вот а наука подождет у нифигачо в цин происходит небесное царство ошалеть что произошло а вы прям независимый что ли нидерланды чё-то играются здесь были нормально это понтякская вас чего а это вообще здесь уже не как когда это произошло небесное царство сотрудничество ошалеть я впервые это вижу нифига протестанты государственная религия протестантизм китае вот это да велико цен все еще существует ввп у вас что-то разделилась это посмотрю ну да прям вот считай это недавно произошло судя по всему да вообще недавно нормально прикольно блин с кем вас хорошие отношения ладно я думал я так смогу просмотреть кто их поддерживал но нет и так казназарянная артиллерия вы знаете что это значит вы знаете а это значит что у нас наконец-то армия будет ну относительно европейцев всех остальных современная сразу поставлю качаться броненосцы все-таки по флоту мы супер отстали от всех супер отстали а вот по армии у допустим француз француз париж ильды франц все дела вот у них застрельщики и вот осколочная артиллерия то чего у нас не было до недавнего времени так вот вот это осколочная артиллерия минус 5000 нам обещает а мы можем это себе позволить запросто и кстати мы обогнали испанию по рейтингу ну да да вот просто выше настолько только звезды нет выше настолько великие державы и как будто бы мы можем вполне себе не ну судя по бразилии нам нужно 755 для великой державы но это судя по бразилии не знаю как это вообще может высчитываться ну вот пожалуйста кстати возможно мы обогнали испанию только тогда когда переставили армию там все-таки демонстрация силы армии сильно влияет на это все о ведущий производитель чего каучука каучука чего блин мы каучука много производим серьезно а на хрена нам нужен просто на данном этапе игры мне не очевидно нафига он нужен найти бы вы еще вот он 2 чего это в 2 мы уже в топе а ну да два не потому что мы круто его производим а потому что на хрена никому не нужен да да блин а нам реального некуда реальнее даже не потребляется его видимо капиталисты построили производства т zehn знают куда его делать вот я вижу вам в zanzibar и поставили экспедицииани кто работать не хочет ну да молодцы капиталисты молодцы мы можем хоть куда-то его на данном этапе текстильной фабрики моторные заводы электричество пока не изобрет NOR казармы не требуется ну да походу нет никуда мы не можем водить вот на текстильных фабриках в иллюстичные волокна идет она мебельных а на мебельных а на мебельных и не нужно Ладно, короче, пофиг, не так важно. Но если так посмотреть, то у нас прям совсем не осталось свободного населения в метрополиях. Вообще нету свободного населения. А что это значит? А это значит, нам нужно Лебенсраума немножечко. Нидерланды. Вот вы мне интересны. Австрия, Россия и таможенный союз Британии. Вот это супер проблема для нас. Супер проблема. Что насчет... Подожди, я агрессивочку еще чекну. Все, спало. 21, да, и 3. Что насчет напасть за какую-нибудь колонию? Вот Либерия, да? Напасная Либерию, так как это... Ну, Либерия доминен Нидерландов. Они вступятся и... Ну, просто добавить цель войны в Голландию, допустим. Ну, это будет супер дорого, конечно. Просто так 30 стоит добавить. 30, 30. Ну, как будто бы это стоит того. О, у них все заполнено. Миграция минусы. Круто у вас в столице миграции минусы иметь, да? Ну, да, блин. А тогда толку, что это за... Ну, флот. Я все-таки хотел флотом еще заняться побольше флота. А тут, в принципе, единственная провинция с выходом Мойл. В море Фландрия наша, она все заполнена флотом. 30 из 30, я уже ничего не сделаю. Так что Голландию на ужин брать нужно брать. Но если так сделают, то тут... Ну, да, это может страшно обернуться для нас. Прямо страшно. Можно в теории на Бурне напасть. Он будет более полезен для нас, чем Либерия. Ой, есть, Сера! Вот это я одобряю. Вот это деду надо, Серу, Серу. Ой, население никакое. Тут много чего застроено. Никто не может нанять персонал. Никакой. Еще и золото есть, но я точно не могу пройти мимо. Я не могу пройти мимо, Бурне. В принципе, на всем этом... Ну, на половине этого острова, да? Все хорошо с золотом, но это деду надо, определенно. Определенно. Бурне, как себя чувствуешь? Британия тут хорошо к тебе относится. Ай-яй-яй-яй-яй. Как будто бы есть шанс на то, что мы не сможем это осилить. Ну, давай попробуем. А через что мы попробуем? Ну, давай проявим интерес для начала. Вообще, мне, кстати, еще любопытно. Кто-то вообще из зрителей в комментах напишите. Кто-то помнит про то, что были какие-то рофлы про Брунейский флот, про Европу-Универсалист? Это нет? Не помнит никто? Я помню. Я хорошо это помню. Про проклятый Брунейский флот. 6,5. Дешево. Сразу завоевание пойдем. Мы, считай, как будто бы сразу на Нидерланды нападаем. Ну, ой, это супер беда. Ну, да, скорее всего, мы ничего не сможем. Ну, да, Британия моментально вступается. Просто моментально. А плохо ли это? Мы сможем вообще забороть-то их? Или они сразу на фронт ведут своих солдат? Не, если они пассивно отыграют, я согласен. То, что я вижу, они сразу тут вот на фронт повели людей. Наша Сокота. Сокота будет биться за нас просто до смерти. Что у вас? Ой, регуляры. Боже, какой кошмар. Можем кого-то убедить? Испанца. Испанец, ты хочешь за нас воевать? Унижение? Кого? Нидерландов? Не, ну, испанца, конечно, давние виды на Нидерланды есть. Давние, давние. Ну, да, я понимаю, я понимаю. Чисто по истории, почему они хотят унижения Нидерландов, вопросов не имею. Все, если что, испанец за нас. Ну, не особо это ценно, наверное, все-таки. Знаете, в теории можно было бы закинуть колонии британские, повоевать к ста. Вот Дельта Нигера, допустим. Что здесь? Да ничего, ничего ценного. Еще США за них вступилось. Нет, мы какую-то реальную мировую войну что-то устраиваем. Какую-то суету страшную. Подожди, ну я могу переманить США за унижение британца. Ха! Оу, 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 оу. Нет, кажется, они отказались в последний момент. Нет, было бы прикольно. Ну, давай посмотрим, на что это будет похоже. Никакие колонии я себе не добавлял, если что. Я думаю, мне было бы полезно просто оформить вторжение в Северное Борнео, как это и должно было быть. Ничего не исполнять там с колониями. Ну, тут Сокота, конечно, не поздоровится явно. О, боже, явно не поздоровится. Ладно, самое главное занять столицу Нидерландов. В общем, остальное не важно. А, подожди, у нас перевооружение-то кончилось, армия? Ха! Я же недавно поменял-то артиллерию. Нет, аж... Ну, ладно, 4 минус всего лишь процента. О, боже, испанец сейчас еще и просрет фронт на Гибралтаре. Уф. Не, ну, из всех только мы успешно наступление ведем. Жалко все-таки, что я Голландию не добавил в свои цели. Ну, ладно уж, наглеть не будем. Супер. В принципе, Броней мы фулл оккупировали. Они оккупировали, забрали, забрали, ну, считай, так ровно... Нет, не ровно по границам Голландии еще немножечко Гиллере захватили. В общем, самое главное, столицу их еще дополнительно забрали. У них от утомления каждые сколько семь дней, получается, получают минус... Минус пять, и здесь они не наступают. Вот тут неприятность, но это на минус... Никаким минусом для нас не сказывается вот так. Вообще, то есть, нормально. Кстати, как я вижу, Сокота даже чуть-чуть оккупировала провинцию. Ну, нормально работает. Не смотри, что эти, как они, иррегуляры. Нет, блин, работают. Испанец капитулировал. Что-то даже не обратил внимания на это. Я надеюсь, ну, 60 еще... Как они, батальона называют, все время забываю. Да, они здесь направляют, но выдержать, я думаю, мы сможем. Я думаю, да. А, нет, ну, если они 116 на наши 22 будут атаковать, то да. То да, мы проиграем в таком случае. Ну, я надеюсь, что они от утомления быстрее капитулируют, чем они смогут делов наделать на нас. И все, мирный договор. Нидерланды капитулировали. Дурацкой войны, которая без всяких каких-либо целей, как было в прошлом патче, нету. Прекрасно. Великолепно. Я так понимаю, мы только завоевали северное Борнео, так как Испания первее капитулировала. Никого они, в общем-то, не унизили. Ну, здорово. Вот он, наш Люксембург. Это Люксембург, кстати. Да. Блин, да. Золотые руднички наши. Наши руднички. Прелестно. Просто прелестно. У нас некая беда с рынком. Давай пару портов бахнем, типа такого. Ну и пока нам сильно сера не горит. Пока, кстати, можно повременить. Но денег у нас прям масса. Ой, хорошо. Да, все-таки очень жаль, что мы Голландию не решили взять. Это бы нам очень хорошо сработало. Перемирие с Нидерландами у нас до 87-го теперь, да? Но, обратите внимание, у нас нет перемирия с Сокота. Пора их присоединять. Да, сражались они как львы у нас за наши интересы. Но, но, население, которое населяет Сокота. Прикольно, да? Вот эти 7 миллионов должны работать на нашем ВВП. Хоть тут никаких особо интересных ресурсов нет. Хотя уголь есть, железо, свинец из такого редкого. Ну, и всякие тропические приколы по типу красильные растения, сахарный тростник. Вот, что думаете? Начинаем? Сможем? Да, конечно, сможем. Какие вопросы? Кстати, а мы можем в теории отменить монархию? Знаю, почему-то, почему-то у ряда зрителей какие-то особо теплые чувства к монархии. И никто никогда не хочет, если заходит об этом речь, никто никогда не хочет отменять ее. Но да, в этом есть прикол какой-то монархии все-таки. Но вот это вот, палить сила плюс 25 для землевладельцев, это прям убийственно для нас, просто убийственно. Потому что у нас в который раз на выборах побеждает партия правых, которых землевлад... 4,9 всего лишь, но я сделаю все, что угодно, чтобы их ослабить. Просто все, что угодно. Например, Анос Великий Герцог тоже, кстати, за вооруженные силы, а не за землевладельцев. Республиканство. Прикольно, кстати, когда монарх хочет тупо вести в стране республику. Сложить с себя полномочия. Прикольно, кстати. Видимо, мы только поэтому можем отменить монархию, потому что ни интеллигентов, ни профсоюзов у нас в стране нету. Опять же, теократия. Как вам теократия? Католики, верующие нет. Но это все еще партия правых. Да, причем они такие сильные. Так что давайте либо президентскую республику, либо парламентскую. Что мы хотим? В президентской республике будет очень сильно определять победившая партия наш, значит, парламент. А в парламентской как бы плевать более-менее на это. Вот плевать, хочется вот как-то не быть ограниченным в этом плане, поэтому давайте очень-очень надо, ну, радикализированные землевладельцы, боже мой, 4,9%, а они при том и при том случае, да, такими станут. Давай парламентскую попробуем принять, очень хочется именно парламентскую. Но успех всего 10%, но очень надо, очень. А, так вот, про Сокот это я что-то забыл. Что-то занялся всякими построечками, вот, например, строительных секторов в нашем Бенине. В честь чего я вошел, что ж такое, в небольшой дебаф по деньгам, и минус 10 тысяч для собранных налогов, да, блин. Ну, это ладно, Сокота. Сокота, родное Сокота. 100 батальонов и все иррегуляры. Аннексия субъекта. 15 это будет стоить. У нас 16, да, пойдет, пойдет, пойдет. Аннексия субъекта, я так полагаю, что всем плевать будет, да? Ну, что-то Франция их любит, ну, такое себе. Поэтому аннексия, чикс. Кстати, а мне кажется, или мы кандидат на объединение Германии единственный? Ну, нас никто не поддерживает, но мы кандидат на объединение Германии. О, что произошло? Мы просто, у нас автоматически изучился национализм. А вот он, паннационализм. И типа мы такие классные вдруг стали? О, блин, неплохо. Ну, 0 регионов от Германии у нас, просто 0. 0 поддержки, но мы кандидат на объединение Германии. Вот это рофл. Вообще, а в теории, вот хотя бы в теории, мы сможем с Германией воевать на равных? Нет, нет, даже не сомневайтесь, не сможем. Что у них за армия? Ну, в принципе, такая же точно, как у нас, точно такая же. В теории, если они будут в состоянии какой-то жёсткой войны там с Австрией и Россией одновременно, то мы можем в крыску завоевать какую-нибудь Рейнскую область. Что-то у них беспорядки ещё по всей стране. Обратите внимание, а вы случайно не планируете стать банкротом, там нет? Не похоже на то, не похоже. Ладно, так вот, аннексия с Сокотой переросла в небольшой конфликтик, но мы быстро это урегулируем, я думаю, вы понимаете. Ух, не представляю, какие у нас будут здесь восстания, я думаю, да? Какие чудовищные беспорядки здесь после аннексии. О, кстати, уже от нас планируют отделиться, я так понимаю, с Борнео, да, ребятишки? Ну да, откуда же ещё? Откуда, блин, ещё? Ну да, блин, только отсюда. Я так понимаю, я ничего с этим не смогу сделать. Эх, надо было, надо было внутренне дела качать, надо было прокачивать. Не знаю, насколько бы это силен нас спасло, но придётся высаживаться, чё? Ну вот они, даяки. Калимантанская восстание, Калимантанская восстание, прикольно, блин. Смотрите, испанец опять рвётся нам помогать, ничего себе, блин. Ладно уж, мы сами справимся, так-то. Правда, у нас так неприятно фронт разделился, фу, блин. А, всё, Сокота капитулировал, прекрасно. Ой-ой-ой, ну этот Лексенбург просто бам-бам-бам. Ну да, о чём я говорил, беспорядки просто чудовищные по всей территории, просто страшнейшие. Доступ на рынок, да, даже кое-где плохой, уф, блин. В Нигерии давай чё-нибудь организуем по типу, ну, железной дороги. Казармы, я думаю, мы здесь поломаем в целом все. Ой, квадриальный банк отделяется, вот это то, что я ожидал. Да, отделение массовое, вообще такого раньше, раньше вообще я не наблюдал никогда. Чтобы движения отделения настолько активно вообще были. Ну, особенности патчей, видимо, да. А вот и банту, выглядит это как северный Камерун. Интересно, кто ещё от нас может отколоться, вот у меня такой вопрос. Кто ещё? Вот просто кто? Итак, Барнея, в общем, готова, аннексирована, но тут ещё, ну, чуть-чуть осталось совсем капелюшку. Ну да, это называлось, кстати, дуалом, она тоже капитулировала. Чё-то у нас по деньгам прям жёсткие минуса, я обратил внимание, жёсткие, жесточайшие. И меня это, ну, дайте, немножко тревожит, немножечко меня это тревожит. А тут была куча правительственных ведомств, конкретно в этой провинции я их поломался. Пару университетов, ну как парочку, два, пять, да, два и пять. Семь университетов было в Сокота. В принципе, я их решил оставить, ну, это не они такой дебаф по деньгам дают, не они, точно вам говорю. Но, как бы, что именно для меня, не так просто понять. И у нас, наконец-то, открылись мониторы. Учитывая наши не самые удачные войны, ну, как? Ну, в общем, где-то мы слили свой флот, я не помню, где я его слил, но где-то я его слил. Потому что у меня в голове как-то смешались попытки, которые были успешные, с попытками, которые я там загружался. Реально не могу вспомнить, где мы успели слить флот, но мы его, да, где-то слили. Монитор, берем монитор. И я к чему вообще про слитый флот? Потому что у нас только две трети от флота есть. И две трети всего престижа нам дается от демонстрации силы флота. Вот, ведущий производитель каучука, роскошной одежды и золото. Вот это я тоже не знал. Вот. И, в принципе, гарантия Великая Держава, то, что мы Великая Держава, гарантия есть. У нас прям гарантия, да? 830 хотят от Бразилии, конкретно для Великой Державы. Вот не знаю, стоит ли обращать внимание вообще на Бразилию там? Может, имеется в виду 830, чтобы нас обогнать, вот нас обогнать конкретно чуть-чуть? Вот, а мы уже давным-давно бы Великой Стали Державой? Не знаю. Но, опять же, учитывая то, что мы на чужом рынке с таким балансом денежным неприятным существуем, это беда, это беда. Так что давайте по экономике встанем на ноги. У нас уже ВВП почти 60 миллионов, блин, а мы все никак не станем самостоятельными. Мы, считай, да ПВП почти Австрию догнали. А они уже давным-давно сами по себе, ну да, блин, надо будет как-то в Барнео разработать серы побольше и уже с уверенностью отделиться. Мне кажется, я слишком как-то ответственно подхожу к этому, да нужно на пофиг тупо объявлять независимость и уже бороться просто с криками, с орами. Ох, ах, вот это все говоря, пытаться как-то выжить. Вот, это было бы, конечно, да, веселей, но это, это уже в следующей серии, вот. Так мы и получили парламентскую республику, монархию мы так и не потеряли, прекрасно, республикаст, когда монарх сам хочет. Друзья, я не хочу, чтобы в моей стране была монархия, вот вам конституция, республика, парламент, а его говорят, нет, 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 подожди, подожди, ни в коем случае. Как видите, такое тоже бывает. Ну что, друзья, тогда подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик и на этом на сегодня все. Всем спасибо, что были, всем спасибо, что смотрели. Как-то так.